Всем добрый вечер, большое спасибо, что вы добрались до нас сегодня, в этот четверг, на Уралмаш. Меня зовут Полина Ивановна, и мы с вами находимся на одном из серий исследовательских семинаров об истории солидарности города Екатеринбурга и Свердловска. Дело в том, что сейчас очень много внимания обращается на городские сообщества, и мы видим много мероприятий про современные сообщества, но нам стало очень интересно, какие сообщества раньше были в городе, и как они влияли на этот самый город. И вот этому как раз посвящена наша серия семинаров, они проходят по четвергам, еще несколько нас ждет впереди. И сегодня у нас будет лекция одна, она будет где-то на 45 минут. Потом лучше. Или, да, как получится, да. И потом мы можем идти в обсуждение и какие-то вопросы. Значит, все это происходит в рамках публичной программы фестиваля паблик-арта ЧОП. Это фестиваль, который идет в течение этого и следующего года. Его инициатором выступила компания Атомстройкомплекс. И также нужно сказать, что мы находимся на площадке Заря премьер-зал, это кинотеатр бывший, который сейчас переживает такое свое некоторое возрождение. Ну и я бы хотела вам представить нашего сегодняшнего спикера. Это Алексеев Евгений Павлович. Он, можно я, пожалуйста, прочитаю... Я могу сам сказать. ...кандидат искусствоведия, не доцент кафедры истории искусств Уральского федерального университета. Сегодня мы поговорим про художественные сообщества Екатеринбурга и Свердловска и про то, как они существовали в до пятилетней плане и в их начале. Спасибо. Я рад всех приветствовать в этом замечательном здании. И действительно, сегодня поговорим о первом пришествии Авангарда в Екатеринбург. Это событие примечательное уже тем, что это не просто 7-минутное событие, а, по сути, вещь программная. На протяжении нескольких лет в Екатеринбурге создавался один из региональных центров авангардной культуры. Екатеринбургские свободные художественные мастерские. Хотя, наверное, художники авангарда были здесь и раньше. Тот же отец русского футуриста, отец русского футуризма Давид Бурлюк заезжал в наш город в 18-м году еще при Белогвардейцах. Устраивал выставку, призывал к новым поискам, но не задержался. Время было тяжелое. А вот когда красные части занимают город в июле 19-го года, тогда, в общем-то, здесь начинается новая жизнь. И появляется новая система художественного образования. Ну, наверное, нужна такая географическая привязка. И эта привязка, это, конечно, Вознесенская горка. Да, Вознесенская горка, хорошо вам знакомая. Ныне это здание сельхозакадемии, а в свое время это Екатеринбургская художественная промышленная школа, которая возникла в 1902 году. Первое на Урале государственное художественное учебное заведение. Здесь обучали камнерезов, ювелиров, краснодеревщиков. Ну, согласитесь, до Урала важные профессии. Брали юношей и девушек, начиная с 14 лет. И они, в общем-то, получали хорошие специальности. Стоит даже отметить, что юные ювелиры работали золотом и серебром, потому что тогда полагалось, ну, как же научить человека работать в ювелирном деле без драгметаллов. То есть школа, как пишут, была роскошна. Она имела комплекс зданий, мастерские, были станки, были мастерские, было оборудование, была библиотека, был музей. Ну, можно вспомнить, конечно, Ивана Шадра, который начинал здесь учиться. Его имя носит сейчас Свердловское художественное училище, которое является правоприемницей этого учебного заведения. И вот, надо отметить, что после революции вся эта система стремительно разрушается. Весной 1918 года выходит декрет, по которому все учебные заведения в Советской России начинают работать по-другому. Отменяются все императорские академии, все училища и институты. Вместо них художественная система будет связана со свободными государственными художественными мастерскими. В Москве появляются первые мастерские, в бывшей Строгановке вторые мастерские, в бывшем московском училище живописи, вояне, изотчества. Согласитесь, само слово сочетание государственные и свободные кажется сейчас каким-то странным. Но на самом деле это объяснялось тем, что государство готово финансировать, а художники могут работать как им удобно. Отменялись все ограничения. В мастерские можно было поступить кому угодно. Неважно, какой возраст, какой пол. И главное, не надо было никаких экзаменов сдавать и тем более платить. А кроме того, учащиеся сами могли выбрать мастерскую преподавателя, мастера. Они назывались, кстати, мастерами, а обучающиеся назывались подмастерей. Вот такая система оказалась удобной и чрезвычайно продуктивной. Понятно, что преподавать стали художники авангарда, которые вышли из-под поля и Казимир Малевич, и, надо сказать, даже Василий Кандинский, который эмигрирует лишь в 1921 году, и Татлин. Но официально заявлялось, что преподавать могут и художники-реалисты, и вообще художники любых направлений. Есть забавные воспоминания Михаила Рома, знаменитого советского кинорежиссера, о том, как он учился в этих свободных мастерских в Москве. Ну, там интересная система, кратко, чтобы вы понимали. Закончил гимназию в 1918 году, в армию, к счастью, не взяли. Думаю, куда пойти? Товарищ говорит, Миша, пойдем в художные мастерские. Да я не люблю рисовать. Ну, ты же хорошо лепишь. Да, действительно, пришли. Мужчина записывает, куда будете поступать, товарищ, как Вас зовут? Меня зовут Миша, Ваниля Ром. Я люблю лепить. Ну, идите к Голубкиной. У нее как раз культурная мастерская. Я зашел, там ребята что-то лепят. Я спрашиваю, а где здесь Голубкина? А мне говорят, да, она сюда редко приходит. А зачем она тебе? Бери глину, долепи. Вот и дедушка сидит на трущик. Ну, я взял глину, посмотрел на дедушку, приятное лицо, стал лепить день, два, три. И что-то выходит, и ребята говорят, классно, Миша, у тебя получается. Потом пришла Голубкина, такая серьезная дама, высокая, посмотрела на меня мрачно. Посмотрела на работу и сказала одно слово только, сломай. Развернулась и ушла. Я подумал, в чем проблема-то? Ну, сломал. Думаю, заново начну. Делаю уже аккуратно, обстоятельно. Она пришла через пару дней, посмотрела и говорит опять, сломай. Я думаю, да хоть бы объяснила, что к чему, но сломал. Начал третий раз лепить. И уже так подошел, посмотрел вокруг дедушки несколько часов и поизучал форму. И третий раз еще лучше стало получаться. И ребята говорят, Миша, здорово выходит. Пришла Голубкина, вздохнула и говорит, по крайней мере терпение есть. Заговорила папироску и говорит, что творится, что творится. В соседней мастерской динамические натюрморты преподают. Там предметы подвесили на веревочках, раскачивают их, а подмастерия зарисовывают. А сама плачет. И мы думаем, что плакать-то весело. Вот подобная система и существовала. По сути, это была система экспериментов в искусстве. Причем она оплачивалась государством. А вот на Урале подобная система тоже оказалась возможной. Ну, конечно, после того, как я уже сказал, красные части занимают Урал. И если вам видно, вот, собственно, красные кружочки. Это города, населенные пункты, в которых появляются свободные мастерские. В 19-м, начале 20-го года, кроме Екатеринбурга, это Пермь, Уфа, Оренбург, Кунгур и Кудымка. Ну, поговорим, конечно, о Екатеринбурге. Тут была все-таки серьезная проблема. Дело в том, что при Белых художественная промышленная школа активно работала. Да, был даже заказ, знаменитый колчаковский заказ по изготовлению орденов освобождения Сибири. Правда, не успели выпустить ордена, но над ними работали. И отступая, Белые вывезли, по сути, всю школу. Не только преподавателей и часть учеников, но и все оборудование, инструменты, материалы. В Красном остались только стены. Да и то, вот это здание на Вознесенской горке занимает госпиталь для раненых красных бойцов. Остаются лишь помещения мастерских. Вот это здание, которое сохранилось по сей день. Если вы зайдете в сельхозакадемию, ну, если вас пустят, конечно, вы пройдете за четырехэтажное здание. А вот этот дом перестроен был в 30-х годах. Сейчас он четырехэтажный. Вы заходите во двор, и там видите два кирпичных особняка. Это здание бывших мастерских. Вот, собственно, здесь и разворачиваются все события, связанные с Екатеринбургскими свободными художественными мастерскими. Они неплохо сохранились. Это же где-то конные рамы идентичные. Да, надо отметить, что события были бурные. И несмотря на то, что советские власти говорили о том, что равенство всех художников, художники всех направлений равны, ну, на деле это было как-то непросто. Надо отметить, что в сентябре 2019 года директором мастерских, тогда еще художественной промышленной школы, становится Степан Лерзи, знаменитый русский скульптор, который работал еще при Белых. Он говорит о том, что на основе школы нужно создавать советскую академию скульптуры. Скульптура, урал, уникальный край. Здесь есть мрамор, можно изготовлять бронзу, медь, олова, свинец под рукой. Здесь прекрасные заводы железолитейные, бронзолитейные. Есть мастера. Местная власть была в восторге от этих идей, и Эрзи был фавори. Но в декабре 2019 года приезжает подобный человек, особо уполномоченный отделом наркомпроса, Ефим Рабди. Человек Штеренберга, который возглавлял отдел наркомпроса, Давид Штеренберг, известный художник авангарда. Ну, а начальником Штеренберга был, как известно, Луначарский. Так вот, этот человек приезжает в Екатеринбург с мандатом из Москвы и заявляет, что никакой академии скульптуры не надо. Будем создавать екатеринбургские мастерские. Ну, местные чиновники согласны. Местные чиновники согласны. Происходит реорганизация. Вот устанавливаются те правила, о которых я говорил. Принимают всех без исключения, без экзаменов. Есть новая система преподавателей. Ну, по сути, главными организаторами становятся вот эти личности. Это Петр Ефимович Соколов, бритоголовый комиссар искусства. Его супруга Анна Федоровна Бойева. Интересные личности с интересной биографией. Подробно рассказывать не буду. Вот Петр Ефимович был из крестьян. Юношей работал печатником хромолитографии в Москве. Потом учился в мастерской Ильи Машкова частным образом. То есть он был поклонником системы Сезана. А потом ушел к Малевичу, с которым тоже не сошелся характером. Потом воевал на Первой мировой. Потом, вернувшись, преподавал в свободных мастерских в Москве. Будучи ассистентом у Павла Кузнецова. Его супруга профессиональный скульптор. Она закончила Московское училище живописи, вояльное изотчество. И, кстати, подруга Веры Игнатьевны Мухиной. Вместе с ней они учились в Париже, у Бурделя. То есть личности интересные, не бесталантные. Но, надо сказать, времена-то были жесткие. И наши комиссары считали, что нужно с провинцией как-то не церемониться. Вот нужно действовать жестко. Весь этот академизм, всю эту провинциальную декоративно-прикладную систему надо и жить. Надо показать ученикам настоящее революционное искусство. Нужно выкинуть все эти гипсы, копии Давида, плохие гипсы, плохие наглядные пособия. Художник Сазонов потом вспоминал, что в мастерских было настоящее безобразие. Выбрасывали эти академические пособия, рвали и разбивали гипсы. Ну, что жалеть какие-то гипсы, когда рушился старый мир, погибали целые ансамбли произведений искусства. По крайней мере, вот так эта парочка хотела сплотить художественный коллектив и продемонстрировать определенную решимость. Причем Соколов, а он возглавлял отделение живописи, предлагает действительно такую разработанную систему на основе Малевича. Это работа вроде бы и с натурой, на основе простых форм, но требующая определенной стилизации. Обобщение, стилизация, ну, по сути, те элементы дизайна, которые будут потом разрабатываться в системе Хутемаса. Вот перед вами, кстати, весь коллектив художников-мастерских. Ну, правда, это представители левого крыла, мастера авангарда. Здесь можно увидеть довольно интересных личностей, о которых потом скажу подробно. Ну, здесь и Рады, и Соколов, и Александр Лапас, известный в будущем советский художник, и Николай Цыцковский, известный в будущем американский художник. А, по сути, это художники-политоделы Третьей Красной Армии Восточного фронта, которые прибыли в Екатеринбург таким военным порядком. И здесь они занимались и художественной агитацией, и, вот, собственно, преподаванием. Вот в нашем музее изобразительных искусств сохранилась работа Петра Ефимовича «Супрематическая композиция». Она есть в экспозиции. Вы можете ее посмотреть и почувствовать характер подобного творчества и характер этого человека. Да, это убежденный представитель авангарда. Он желает, чтобы его ученики, а также все зрители города Екатеринбурга почувствовали мощь авангардной культуры. Поэтому в Екатеринбург привозят первую авангардную выставку. Через Равделя, Штаренберга и Луначарского Соколов получает картины. Картины художников авангарда – это Майревич, это Родченко, это Татлин, это Кандинский. Работ 60 их привозят из Москвы и экспонируют в мастерских. То есть, по сути, вот эта первая авангардная выставка в нашем городе – июнь 1920 года. Сохранилась статья «Буральском рабочем», посвященная этой выставке авангарда. Статья называлась «Тихий ужас». Но вы понимаете, что писалось в этой статье. Автор, вроде бы человек интеллигентный, судя по слову, посчитал, что это просто творение сумасшедших. Сумасшедших, что вот над нами просто издеваются. Да, публика, конечно, отнеслась к художественной системе авангарда крайне критически. На этой выставке экспонировалось это полотно, а также работы других преподавателей, мастерских и, наверное, даже учеников. Так вот, эта коллекция, которая экспонировалась 101 год назад, она почти полностью сохранилась и ныне находится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. То есть, наш Малевич, наш Кандинский, серый овал, наш Родченко, Варионов, Гончарова. Практически все работы, это вот с той выставки, то есть, это, по сути, подарок Петра Ефимовича Соколова нашему городу. Но история этой коллекции была довольно примечательная. Выставка прошла, работы остались в мастерских, по счастью, их не выбросили, в Москву не вернули, потом переместили в Крымический музей, но местные чиновники боялись, вдруг Москва потребует отдайте, это же не наше, поэтому уничтожать не стали. И до конца 30-х годов вот эти холсты стояли в запасниках. Потом, когда появился Екатеринбургский музей изобразительных искусств, он назывался, конечно, Свердловская картинная галерея, эти работы отдали им от греха подальше. И там тоже это все лежало в запасниках до перестроечного времени. Только в конце 80-х, начале 90-х наш авангард показали широкой публике, а теперь этот авангард показывают всему миру, считая, что в Екатеринбурге первоклассные вещи. Потому что в свое время Малевич, Кандинский, Татлин сами отдавали эти работы, выбирали, отдавали для нашей выставки. То есть вещи подлинные и первоклассные. Да, хотя и не оцененные по достоинству. Ну, надо отметить, что действительно Екатеринбург был довольно консервативным городом. Здесь, конечно, засилие культуры декоративно-прикладного искусства, вы это чувствуете и сейчас. Здесь главным в искусстве считается сделанность. Вот сделана вещь качественно, хорошо, выразительно, хорошая вещь. Вот что-то небрежное, что-то непонятное, ну, без этого можно и обойтись. Да, надо отметить, что сам Соколов, выступая в Москве на конференции, заявлял, что поддержки от местных уральских чиновников он не видит, заявляя о том, что какая поддержка, да пьяные комиссары с наганами врывались ко мне в мастерскую с криком «Что за дрянь ты тут показываешь?». Такое было. Понятно, что и для революционных комиссаров подобное искусство оказалось, по крайней мере, странным. Ну, кстати, судьба Петра Ефимовича довольно примечательная. Покинув наш город, в январе 1921 года он работал в Пензе, потом в Москве, в Хутемасе, где был довольно крупной шишкой. Но уже в 1923 году он уходит из Хутемаса и, по сути, исчезает из художественной жизни страны. Союз художников его не принимают, тем не менее комиссар от искусства продолжает писать странные картины. Правда, часть из них в конце 30-х он сжег, на всякий случай. Да и в 40-х, в 50-х Петр Ефимович вместе с супругой продолжает сохранять верность авангарду. Московский художник нонконформизма Владимир Немухин считал Петра Соколова своим учителем и говорил, что вот ведь настоящий мастер авангарда не продался властям, не отрекся, не стал писать социалистические картины, а так до конца своих дней все занимался истинным, искусством. Ну, надо немного сказать про Александра Лабаса, известного советского художника, сам театрального художника. Вот он также преподает в Екатеринбургских мастерских под началом Петра Соколова. Осталось несколько работ в нашем городе, это в музейном собрании, это в частном собрании. Ну, в дальнейшем, в 21-м году, Лабас и другие мастера авангарда переберутся в Москву, во Кутемас, где, в общем-то, можно будет еще несколько лет экспериментировать, хотя затем атмосфера будет сгущаться. Да, надо отметить, что в Екатеринбургских мастерских, так же, как и в Москве, поначалу царило некое равенство. Вот есть мастерская, ты мастер, преподавай как хочешь, создавай программу, придумывай методику, работай с учениками, подмастерьями. То есть, с одной стороны, есть свобода, с другой стороны, ну, все хаотично порой. Есть ощущение эксперимента, ну, хорошо ли экспериментировать в учебном процессе. Ученики ведь не всегда понимали, зачем, почему, и объяснять им было сложно. Педагогика, как вы понимаете, вещь такая консервативная, когда уже есть результаты, и можно давать ученикам, ну, по сути, то, что уже надежно, стопроцентно освоено. А авангард, он изначально тяготеет к эксперименту. То есть, по сути, надо учить учеников придумывать, экспериментировать, создавать вещи без инструкций, без рамок. А этого удавалось не, удавалось, в общем, понять не всем. Хотя, надо отметить, у Петра Соколова в Екатеринбурге сложилась целая группа верных учеников, верных учеников, которые затем вместе с ним уедут в Пензу, а потом в Москву, и даже в 60-х, 70-х, когда в местной прессе, в местных газетах будут писать о том, что вот были мерзкие футуристы Соколов и Боева, они приехали в наш город, разбили все гипсы, ну и так далее. Неожиданно в ответ на подобные публикации пришли гневные письма от бывших учеников. Так, например, там полковник в отставке Пузанов писал, что да что вы говорите, какие гипсы, мы работали, Петр Ефимович Анна Федоровна, настоящие советские люди, революционеры, прошедшие гражданскую войну, мы учились новому искусству и совсем не разрушали, а создавали. Да, ученики действительно были. Надо отметить, что ученики имели право переходить от одного мастера к другому, пробовать себя и в одном качестве, и в другом качестве. Есть небольшие воспоминания. Ну, Николай Цыцковский, известный больше в Соединенных Штатах как Цыковский, позднее учился в Абхутемасе, потом эмигрировал в США, где добился довольно серьезной известности. Его работы есть в американских музеях, а в нашем собрании есть вот подобный портрет. Ну, довольно реалистичный, хотя вы видите с элементами стилизации и такого выразительного цветового состояния. Конечно, надо упомянуть и о художниках традиционного искусства. Было бы неверно говорить о екатеринбургских мастерских только как о базе авангарда. Хотя художники-реалисты были под серьезным давлением. Действительно, мастера авангарда молодые, харизматичные, яркие, ну, по сути, комиссары, бывшие военные, обладали целым рядом преимуществ. Но молодежь верила им, что вот оно, революционное искусство, вот за этим, и к этому надо стремиться. А мастера-реалисты, как Леонард Тружанский, ну, больше ориентировали наших учеников на традиции импрессионистов, постимпрессионистов. Леонард Викторович, уроженец города Екатеринбурга, был учеником Константина Коровина, и его работы, в общем-то, интересные для своего времени, яркие, неожиданные. Это малый исток, кстати говоря, где он активно работал. Приезжая из Москвы, до сих пор сохранился его домик-мастерская, и вокруг Леонарда Викторовича была целая группа художников, любивших пленэр. Да, это пленэрная живопись, легкая, выразительная, такая пастозная, написанная широкими кистями. Христианские лошадки, заборы, как любил говорить про Тружанского, его учитель Константин Коровин. А как он пишет землю? Господи, бери лопату, докопай. Да, Леонард Викторович довольно жестко противостоял Петру Соколову, но в результате, надо отметить, проиграл и покинул мастерские. Тем более, что летом 2020 года на очередной конференции в Москве прозвучал призыв объединить программы. Что, мол, мастер программа, индивидуальный подход, это неудобно для учеников. Надо все-таки, чтобы программа была единой. Естественно, авангардной. И, вернувшись из Москвы, Петр Соколов объявляет о том, что вместо разных мастерских живописей будет теперь одна мастерская, где он, собственно, будет руководить. Леонард Викторович. Знак протеста. Покидает подобные мастерские. И, кстати говоря, Соколов объявляет о том, что вслед за Футемасом, а Футемас возникает осенью 2020 года, то есть это высшие художественно-технические мастерские, подобный уральский Футемас будет создан в Екатеринбурге. Вместо свободных мастерских вот единая программа уральских Футемас. Надо отметить ведь, что Футемас ориентировался на промышленное производство, художник и производство. Ну, отсюда акцент на развитие дизайна, художественного конструирования. А вот Урал, казалось бы, прекрасная база. Есть камнерезы, ювелиры, мастера по обработке металла и камня. Просто надо им привить и мой вкус. Просто надо научить их иначе работать с формой. Но беда, станков-то нет, материалов нет, здания пустые. Но осенью, точнее в октябре 2020 года, красные части и партизаны занимают Читу. И возникает, как вы знаете, Дальневосточная Республика, такая буферное государство со столицей в Чите, подконтрольная Советской России. Уже через неделю после взятия Читы екатеринбургские мастерские отправляют учеников в Читу с мандатами и документами, дабы они вывезли часть оборудования. И это, кстати, удалось. Вот такая авантюра. Осень 2020 года. Несколько уральских учеников, среди них Томбасов, будущий архитектор, городка Чикистов. Остались его воспоминания. Вот они отправляются в Читу, несмотря на все сложности, добиваются разрешения от властей Читы вернуть несколько вагонов с оборудованием. Вернулись даже отдельные преподаватели, ученики, а остальные ушли в Харбины, в Шанхай, где судьба их складывалась по-разному. Да, то есть возвращаются станки, а это ведь по тем временам чрезвычайно важные вещи. Станки, материалы, оборудование. Но как раз в конце 2020 года Соколов и Боева уже не в чести. Они, по сути, покидают Екатеринбург. Что же происходит? А беда-то в том, что Москва, которая финансировала мастерские, заявляет, что теперь это прерогатива местных чиновников. Пусть они оплачивают. А местные чиновники говорят, простите, оплачивать ничего мы не будем. Да, здание стоит неотапливаемое, дров не на что купить, местные чиновники игнорируют просьбы руководства мастерских, но по сути их выдавливая неугодных им теперь комиссаров от искусства. Гражданская война закончилась, монументальная пропаганда особо никому не нужна, и местные чиновники, наверное, уже не знают, как избавиться от этих смутьянов. Тем более, что и зрители, и в Иванте их не поддерживают, а небольшая группа учеников расчет не идет. Да, вот они покидают Екатеринбург. А кто же выиграл в конечном итоге? Правые были удалены, авангард был смещен. Ну, вот, собственно, наверное, Александр Парамонов, кто уцелел в этой жесткой борьбе. Это интересная фигура для Екатеринбурга, выпускник Центрального училища технического рисования Барона Штивлица, Санкт-Петербург. Кстати, соученик Петрова Водкина, хороший рисовальщик, тоже с элементами декоративно-прикладного искусства. Он до революции преподавал в художественной промышленной школе, ориентируясь на такой модерн, ну, в основном график, хотя есть и живописные его работы. Потом, в 18-м году, его избрали первым красным директором, потом при Колчаке он посидел в тюрьме, потом вернулся. При мастерах авангарда он был, ну, как-то, ну, как-то с такой нейтральной фигурой и пользовался большой поддержкой местных властей и особенно военных чиновников, потому что оформлял огромное количество литературы. Плакаты, афиши, он и его ученики как раз создавали подобные вещи, а эстетика модерна, как вы видите, хорошо ложилась на советскую программу. Эскизы плакатов, различных росписей, ну, а потом, кстати говоря, Александр Парамонов возглавит местный уральский Ахар, а в конце 20-х переедет в Москву. Вот такая гибкая, ну, и, конечно, талантливая фигура смогла удержаться при всех сложных переменах и подходах. Ну, и, конечно, надо упомянуть еще одного героя Екатеринбургских свободных мастерских. Вот одна из фотографий 20-х годов. Ну, это, скорее всего, как раз поклонники реализма. Ученики Парамонова, Туржанского. А вот и наш герой, Степан Дмитриевич Эрзия. Фигура еще более скандальная, странная для Екатеринбурга, такая неожиданная. Его взаимоотношения с мастерами Алангарда и с художниками-реалистами, ну, это отдельная повесть. Хотя кратко скажу. Степан Дмитриевич, в общем-то, как вы знаете, он настоящая фамилия Нефедоров, сын Мордовского Бурлака, до революции получил образование в Московском училище живописи вояний и зодчества, ученик-скульптор Балмухина. Помните, памятник, первопечатника Иванова Федорову в Москве. Работал во Франции, в Италии, добился признания в Европе. Он, в общем-то, фигура своеобразная, такая интересная. Мечтал о создании крупных монументов, принял советскую власть, с восторгом отзывался о рейнском плане монументальной пропаганды и в июне 1918-го года приехал на Урал, дабы работать над крупными треумбационными памятниками. По крайней мере, так он писал. Вообще, надо отметить, что пребывание Эрзи в Екатеринбурге история такая запутанная, во многом мифологизированная. И сам Степан Дмитриевич в автобиографии пишет довольно путанно о том, чем он тут занимался. Да, он приехал в 1918-м году. В июне как раз начинаются бои на линии Екатеринбург-Невьянск. Так как он приехал с женой и племянником, то вернуться в Москву не получилось. Племянник заболел, пришлось с ним остаться. Остался при Белых, работал в Мраморском. Потом при Белых он получил мастерскую в художественной промышленной школе и стал преподавать. Эта мастерская, кстати, была, ну, в общем-то, такой серьезной причиной раздора между художниками Авангарда и Эрзи. Мастера Авангарда заявляли, ну, куда? Куда ему такое огромное помещение? А мы все мутимся в каких-то комнатенках. Эрзи не отдавал. Будучи, по сути, другом Луночарского, он имел такой кредит доверия и противостоял всем наездам, как сказали бы сейчас. Тем более, что он ведь воплощает в жизнь Ленинский план монументальной пропаганды. Благодаря ему в нашем городе 1 мая 1920 года открывается 7 памятников. Рекорд. Рекорд для города. Ну, тут вы не сразу, наверное, разглядите памятник Карлу Марксу на фоне Вознесенской церкви. Сначала голова основоположника марксизма стояла на площади 5-го года на постаменте от памятника Александра II по массоводителю, но постамент оказался слишком велик для подобной головы. Вот перенесли на площадь народной мести. Вот видите, вверху посад Ипахевского дома. Понятно, откуда взялось это название площадь народной мести. Ну и вот это довольно странный памятник. Как сказали бы сейчас, какой-то фаллический символ. Вот. Странно, что он исчез в конце 30-х, но есть легенда, что чиновникам как-то он не приглянулся в связи с тем, что напоминал отчасти бога Саваофа. Почему странно? В общем-то, Карл Маркс и так похож на Саваофа на фотографиях. Поэтому его решили подстричь и немного укоротить бороденку, оно получилось совсем безобразно, после чего его быстренько сняли и где-то закопали. Краеведы до сих пор не могут найти. Но это еще ягодки, как вы понимаете. В дальнейшем Эрзи открывает памятник падшим уральским коммунарам на площади уральских коммунаров. Сохранились тексты Петра Соколова, где он гневно заявляет, пишет в Москву, что за мерзкий памятник, что за уродство. И на это все выделяют деньги. А мы, мастера авангарда, лютимся в неотапливаемых помещениях и работаем на остатках картона. Да, этот памятник, как вы знаете, вызвал большой скандал у местного населения, именно потому, что был установлен на реальных могилах. На площади были погребены павшие коммунары, и родственникам, конечно, было ужасно неприятно, что прохожие все время смеются, рассказывают гнусности и неприличные анекдоты. Конечно, эти анекдоты были связаны с конкретной фигурой, с обнаженной дамой, которая возлегала на одной шестой части света. Понятно, что я задумал, что это олицетворение свободы, но наши уральские зрители думали иначе. По сути, плакатный образ, явно такой тиражный, не особо выразительный, тут нужно согласиться с Петром Соколовым, но ведь делали это в основном ученики, и, наверное, Эрзя, махнув рукой, согласился с этим проектом. Через пару месяцев гипсовую фигуру у тетеньки разбили, а шар постоял еще несколько лет, из кровельного железа он был сделан, потом его демонтировали. Ну и, наконец, наш великий Ивань Коголый, символ нашего города, по сути, это памятник освобожденному труду, конкурс был объявлен еще в Москве, Степан Дмитриевич воял его несколько месяцев, с этим памятником тоже связаны различные легенды, легенды и краеведы, и историки скульптуры, и приводят разные версии, тем более, что запутанная история, надо сказать, звучали даже откровенные обвинения, что Эрзя делал этот памятник для белогвардейцев, потому что начал его в девятнадцатом году, действительно, глыба была привезена в Екатеринбург, еще припел, шестиметровая мраморная глыба, зачем, для чего, но открыли этот образ, действительно, 1 мая 1920 года, на постаменте памятника Александру Второму Освободителю стоял освобожденный человек, я думаю, если сейчас поставят подобный памятник, у нас народ будет в ярости, а вы представьте, что было в 1920 году, у коммунистов, отцов города, ну, нам просто челюсти отвисли, когда они увидели вот подобное сооружение, они ведь не совсем понимали, что будет, но был кредит доверия, Эрзер, человек уначарского, наш человек, сын Бурлака, пусть сделает что-то, он что-то сделает интересное, когда вот это все они увидели, они не могли понять, к чему все это, но население посчитало просто, вот он освобожденный человек, у него все отняли, включая портки, и вот он стоит, голый, ну, потому что коммунисты у него все забрали, вот он символ новой власти, были крайне неприличные стишки, зачитаю во фрагментах, на Александров пьедестал, рабочий обнаженный встал и показал всему народу, но только не свободу, вот, ну и были другие стишки, устное народное творчество по поводу этого памятника чрезвычайно интересно, да, как пишет художник Валентин Курдов, который учился в свободных мастерских, известный советский график, иллюстратор, местные мужья запрещали своим женам приходить на эту позорную площадь, запрещали, были семейные скандалы, хотя жены заверяли, что закрывают глаза платком и продвигают мимо, тот же художник Курдов приводит историю о том, что из местной тюрьмы приводили арестованных женщин и заставляли мыть этот памятник и женщины плакали от унижения, лучше бы пили, говорили они, вот такой позор, ну, вы же понимаете, что это Урал, это народная культура, с одной стороны традиции староопрячества, ну, даже заводская культура, для уральца обнаженность, ну, это стыд и срам, да, если Эрзи ориентировался на Микеланджело, а понятно, что он ориентировался на Давида, считая, что Давид это шедевр, вот символ освобожденной Флоренции, вот прекрасный юноша, который противостоит великану Голиафу, так юная Флоренция противостоит сильным европейским государствам, но тут вот эта метафоричность не работала, здесь видели совсем другое, и право был Павел Петрович Бажов, который вернулся после гражданской войны в город, увидел подобную вещь и тут же и сел, вот тут и сел старик и сказал, хорошая вещь, она сделана рукой мастера, но она неуместна, она неуместна, здесь. Да, Степан Дмитриевич накуролесил, несомненно, и из-за этого сильно пострадал, по сути, он утратил поддержку властей, которые разочаровались в нем после подобных монументов, мало того, вы понимаете, почему советские чиновники в дальнейшем будут крайне строго контролировать любой процесс, особенно художный процесс, особенно связанный с монументальной скульптурой. Вот подобные примеры, они были в Москве и в Петрограде, когда люди, ну, вполне про-советский или заявляющие о своих коммунистических симпатиях, невольно делали вещи, ну, не то чтобы антисоветские, но ненужные, ненужные, бредные. И судьба Степана Дмитриевича была очень показательной. Кстати, после Урала он уедет за Кавказье, где создаст образ свободы, там, обнаженная дама, ну, там, по-моему, не простоялый пару дней, все сломали, те же местные коммунисты. Потом Степан Дмитриевич уедет во Францию, потом, как вы знаете, в Аргентину, вот, вернется в 50-м году с пароходом своих скульптур, получит орден Трудового Красного Знамени, а его работы в нашем городе будут, по сути, все уничтожены. Ваньку сняли в 26-м году, ну, Ванька Голой так называли память по заблужденному труду, есть множество карикатур в местной прессе и гости города, Демьян Бедный и другие литераторы, и деятели культуры приезжали специально посмотреть на этот образ. Его сняли в 26-м году, однако, ведь не разбили, он лежал долгое время во дворе за консерваторией, в здании консерватории вы представляете, ну, недалеко, ну, в общем, это площадь 5-го года, а за зданием, где сейчас дом учителя располагался старинный музей Уральского общества любителей естествознания. там, как рассказывают криведы, Ванька лежал в заколоченной деревянной ящик, но со временем ящик прогнил, по Ваньке лазили дети, вот, прохожие отбили ему все выступающие части тела, написали, что они думают по этому поводу, а пропал Ванька уже в годы войны. Что с ним случилось, так до сих пор непонятно. По одной версии, ну, наиболее оптимистично, его просто сбросили в пруд, а под рукой, более печальной, разбили на отдельные части и сделали мраморные урны для города. Но стоит отметить, что вот эта линия Эрзи неожиданно сохранила потенциал. Ну, дело в том, что у Степана Дмитриевича были хорошие помощники, хотя рассказывают, что в свободных мастерских он практически не преподавал. Ну, он заявлял откровенно, преподавать я не умею и научить скульптуре нельзя. По сути, смотрите, как я работаю, помогайте и научитесь всему. Если есть дар, Боже, научитесь. А если нет, то смысла учить тоже нет. Вот, тем не менее, вокруг Степана Дмитриевича консолидируется общество поклонников в пластике, позднее будет работать в нашем городе Петр Павлович Арлаимов, тоже выпускник Московского училища живописи, вояне и изучества. И вот эта линия, это популярные скульптуры будет сохраняться на протяжении всех 20-х годов. Скульптурный класс свободных мастерских, а позднее, позднее Уральского художно-промышленного института, так будут именоваться мастерские в 22-23-м годах. Потом на смену институту придет Уральский художественный техникум, Уральский художественный промышленный техникум, но скульпторы будут держаться. Вот, это работы начала 20-х годов, Вера Адамчевская, московский скульптор, позднее Гусеник Крутимаса, они известны учебные работы, нам все эти вещи остались на фотографиях. И завершу работой, которая вам хорошо знакома всем, которая осталась в нашем городе. Вот нет ни Ваньки, ни девушки на шаре, ни этих гипсовых работ, а есть Петр Ильич Яковский. Это работа как раз выпускника Уральского художного техникума Ивана Берякова, и видите, даже эстетика его работы очень близка с этой линии уральской скульптуры. Работа была заказана в 1928 году, когда имя Петра Ильича стало популярным, и возникла идея поставить памятник композитору на Урале. памятник был выполнен, установлен, но буквально через сутки его сняли, в газете появилась статья о том, что Чайковский буржуазный композитор, и пролетариат он не нужен. Но, по счастью, мраморный бюст не разбили, он находился в подвале музыкального училища, потом в Алапаевске, и уже в годе перестройки его вернули в город, помыли и установили на новый постамент. Вот эта работа Ивана Берекова, по сути, единственное свидетельство деятельности скульптурной мастерской нашего города. Ну, сам скульптор, к сожалению, погиб на фронте и не оставил других произведений, по крайней мере, в нашем городе. Эту вещь можете посмотреть. вопросы? Можно еще о многом поговорить. Просто боюсь вас утомить. Огромное спасибо. У меня есть пара вопросов. Если никто не против, то я бы задала их. Первое. Большое спасибо. Это, правда, очень интересно и огромное количество нового материала, которого я даже не подозревала. Я хотела спросить один вопрос такой на просто информации и один более концептуальный. Я хотел узнать про росписи филармонии. В здании филармонии нашей совершенно потрясающие росписи с какими-то тракторами индейцами и все это тоже в каком-то таком очень замечательном стиле. И филармония строилась где-то в это время и открывалась к 26 году. Она началась известная автор этих росписей. Да, но они правда не связаны с свободными мастерскими. Дело в том, что филармонию начинают строить еще до революции, потом ее перестраивают. Помните вот эти рельефы на посаде филармонии, в которых часто видят образы Владимира Ленина и Надежды Константинов Грумской. Это может быть и совпадение. Это, конечно, росписи более позднего времени, в основном это 24, 25, 26 год. Это Иван Вахонин, местный художник. Это как раз линия больше Парамонова с элементами модерна, в которых включается новый советский быт. Трактора, молоты, серпы, подобные моды на росписи будут чрезвычайно популярны. Вторая роспись интересная, это, конечно, Дом пионеров, если потом вы посмотрите. Да? Да? Хорошо, спасибо. То есть этот человек, он не был напрямую связан с мастерским, он просто был одним из художников. Да, надо же отметить, что, да, далеко не все художники Екатеринбурга преподавали в 20-м, 22-х годах в свободных мастерских. То есть была еще группа художников, связанных с работой в уральских окнах роста. Это графики, плакатисты, среди них было тоже много интересных художников. Были художники, которые будут активно работать в середине 20-х годов и войдут в систему уральского ахроассоциации художников революции. Будут проводиться выставки. Есть довольно интересные воспоминания Николая Степановича Сазонова, местного Свердловского художника, который учился в художественной промышленной школе до революции, потом был свидетелем революционных преобразований начала 20-х годов, потом активно работал в 30-х, был членом Союза. Только стоит отметить, что Николай Степанович довольно консервативный, такой просоветский художник. Он писал свои воспоминания в 60-х, где художников авангарда он называет разрушителями, порой необоснованно всячески ругает их и напротив в линию соцсериализма всячески поддерживает. Да, конечно, стоит отметить, что в годы гражданской войны через Екатеринбург проезжает немало ярких, интересных личностей, в том числе и художников, которые порой даже остаются в городе на несколько месяцев, а то и лет. Вся страна приходит движение и отсюда в Екатеринбурге Свердловске появляются персоны необычные, оригинальные, яркие. Еще один вопрос, который я хотела задать. Просто вот эти все процессы, когда есть провластные, есть художники, которые считают своими, а потом оказывается, что не совсем их и так далее. У меня такое ощущение, что весь публик арт Екатеринбурга как его тогда зарядили, видимо, так он до сих пор бурлит всякими крестами на площади первой пятилетки какими-то очень драматическими вещами, которые там закрашивают в течение одного дня. То есть это, ну, как вы думаете, это вот такой вот заряд из прошлого в настоящее или это на самом деле не очень связанные вещи, просто вот тогда был такой период, сейчас тоже какой-то подобный? Нет, мне кажется, что это общая проблема этой системы взаимоотношений власти и художника, когда власть не совсем понимает, что она хочет от художника, куда художника направить. С одной стороны, власть хочет, чтобы художник был ей верен, но ведь художники авангарда были верными сторонниками советской системы, в том-то и дело, что они действительно считали себя комиссарами от искусства и заявляли о том, что строят новую советскую социалистическую систему. И Малевич, и Татлин, и Филонов, и Петр Соколов, и другие рядовые художники, в общем-то, считали себя борцами за новую реанимационную культуру. и власть это понимала, но оказалось, что подходы, темы, сюжеты неинтересны населению, консервативному, отсталому, что образы передвижников, что открытки в духе модерна гораздо интереснее. И власть делает мощный разворот. Это трагедия авангарда и определенный художественный упадок, но вот он происходит. И власть опять пытается выстроить новую систему с союзом художников, с явлением, которое в общем-то нуждается постоянно в коррекции соцреализм, потому что не совсем понятно, что это соцреализм. Это не стиль, это не какая-то ясная система работы над картиной, это просто некая доктрина, довольно условная. И сейчас тоже власть, мне кажется, не совсем понимает, зачем нужны художники, молодые художники. У нас есть художественные вузы, архитектурная академия. Где они будут работать? Ну, власть это как-то не просчитывает. Они вроде бы нужны, у нас есть отдел культуры, городской отдел культуры, есть министерство культуры, есть довольно много чиновников от культуры, но эти люди, которые составляют планы, прожекты, отчеты тоже не могут предложить молодым художникам некую ясную программу творческого развития. Отсюда и тогда, и сейчас, чем художники, современные молодые художники, актуальные художники, похожи на мастеров авангарда, наверное, тем, что они не ждут инструкций и указаний. Они пытаются сейчас делать какие-то творческие вещи, не задумываясь, наверное, понравится это власти или не понравится. Вот они предлагают свою эстетическую программу для нашего города. Ну, где-то власти это нравится, где-то это власти не нравится, население тоже по сути то приветствует, то скандалит, но, наверное, для художника важно проявлять инициативу в этом, наверное, снова творчество. Художники соцсериализма, к сожалению, ожидали этих инструкций и во многом их творческое начало было ослаблено или, наверное, даже и отсутствовало в связи с тем, что сначала есть заказ и заявка, потом я этот заказ выполняю в тех рамках, которые нужны чиновники. Есть вопрос. Доброго. Андрей Фирцев. Да, слушайте, очень интересный доклад, спасибо большое. Слушайте, а скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вот та самая история про 18-19 годы, я боюсь соврать, с фанерными скульптурами в нашем городе, это, собственно, продолжение работы той самой школы, которая была в 86-м, если не ошибаюсь, повторена еще раз в парке за оперным театром, когда, собственно говоря, к юбилею октября в очередной раз было повторение этой самой истории в нашем городе. Или это прошло мимо вас? А, простите, какой скульптуры? Собезерный учебник? Фанерный. То есть была целая, в общем-то, видимо, это мимо вас прошло. Нет, нет, я понял, я понял уже, да. Серия открыток фанерной скульптуры в Екатерингороде, ну, Свердловске уже, да, понятно? В 30-х годах? Нет. Это, по-моему, 18-й или 19-й, насколько я понимаю. Это как раз вот на рубеже. Это временные скульптуры, новые власти, которые были поставлены, в частности, на Вознесенской горке, на месте там, где сейчас стоит Владимир Ильич. Я помню, помню эти скульптуры. Да, да, вот. Но они все-таки не 18-го года. Они позже? Конечно, конечно. Ну, во-первых, как вы знаете, летом 18-го года Екатерингов занимают две обедные части. Когда красные части приходят, к 7 ноября 19-го года строятся временные сооружения. Есть фотографии. Это в основном арки в районе ЖД вокзала, Триумфальные пирамиды и обелиски. Известные авторы Леонид Саянский, тот же Леонард Тружанский участвовал в росписи этих арок. Есть свидетельства и документы. И потом вот эта вот фанерная оформительская система, она будет жить. В том-то и дело, что подобные вещи будут появляться. На Вознесенской горке будут, по сути, меняться эти монументы. Так, например, там будет установлен памятник 15-летию РКГ. Вот это знаменитый памятник. Да, это скульптор Илья Камбаров. Огромный, фанерный. Потом рядом будет ну и, может быть, на его месте трудно сказать, трудно сориентироваться по фотографии. Ну, это Вознесенская горка, площадь народной мести. Такой раскал капитализма. Это тоже 32-й год. По сути, вот до 57-го года, когда появится памятник комсомольцам Урала, скульптора Сажина, на этом месте будут возникать различные объекты. Интересно, что в 30-х, 40-х была даже такая программа, что монументальная скульптура в виде Эрзи не нужна. Нужны временные дешевые сооружения. Фанера, доски, ткань. Скульптор Сазонов рассказывает, что Свердловский сделали даже памятник Ленину из снега и льда. Вы представьте себе, причем он был 4-х или 5-ти метровый. Ведь это все растает, а это не беда. Вот революционные объекты должны возникать то там, то там, то там, то там. Их художественное качество неважно. Долговечность неважна. То есть они строились, выделялись деньги, они демонстрировались, вокруг них проходили различные мероприятия, а потом их спокойно демонтировали, сносили, как фигуру Ленина. Интересно, ведь, что большая часть памятников Сталину в нашем городе была гипсовая, гипсовая, цементная, то есть из временных материалов. Тиражная скульптура, то есть сделать такой бронзовый памятник Сталину, ну как-то не дошли руки. Да и зачем? Вот все пускай так. Можно побелить, можно покрасить, можно сломать. И вот эта тиражность скульптуры, ну в духе плаката, вот плакат ведь он важен сейчас. Такая сиюминутность искусства. Вот плакат появился, запишись, помоги, это работает. Скульптура должна быть тоже важной в конкретный момент. Сейчас ее надо открыть. Ведь по сути ленинский план монументальной пропаганды порождает вот подобную скульптуру, когда сам Ленин называл первые революционные памятники не иначе, как наши уродцы. То есть по сути молодые скульпторы авангарда должны были за пару дней создать памятник. Давали деревянные доски, пару ящиков, два мешка цемента, и вот делать. И появлялись причудливые или супрематические объекты. Важен был момент открытия. Войска, рабочие, падает ткань, речи ораторов, салют, и все идут на фронт. А памятник и не нужен больше. Вот его открыли и потом он развалился. Можно поставить новый. Вот подобное отношение к искусству будет по сути пропагандироваться. Главная роль искусства агитационная, но большевики видели именно эту задачу. Агитация за новый мир и демонстрация убожества старого мира. Вот Ванька голый, он оказался ненужным, потому что талантливый скульптор Степан Дмитриевич и материал прекрасный, мрамор, и объект огромный, и стоит хорошо, но не агитирует. Или говорит совсем о другом. Невольно Степан Дмитриевич поднял эту болезненную тему, и обнаженность оказалась символом в разрухе, по сути, после чего власти, как я сказал, будут контролировать. Почему памятники Ленину в нашей стране столь скучные, однообразные? Да, человек в кепке или без кепки с указующим жестом. Ведь можно было, казалось, создавать аллегорические образы, странные, яркие, ну, какие-то неожиданные. Нельзя! Нельзя! пусть он будет скучным, серым, но вот таким, по сути, канон. Никаких экспериментов с Лениным было невозможно сделать. За редким исключением. Может быть, наш Яков Свердлов еще что-то интересное, но это 27-й год, что-то удалось сделать неожиданно. Да, такое отношение к искусству. А вот Свердловский андеграунд это как продолжение все-таки авангарда или это совершенно противоположное? Ну, есть разные мнения. Понятно, что вот эта линия авангарда, которую я вам озвучил, по сути, была утрачена. По сути, была утрачена, но, по крайней мере, нет ведь произведений. я показал вот буквально несколько картин, несколько скульптур и фотографий. Да, все было уничтожено, может быть, даже не со зла не сохранилось, либо авторы вывезли эти работы. Андеграунд, мне кажется, явление более стабильное и, можно даже сказать, родное, потому что все-таки авангард, вы видите, это такая привозная линия, такая экспансия художественная, которая, но, к сожалению, не учитывала местных вкусов. Вот в Перми там будет по-другому. Там комиссаром от искусства был Супотин Пермяк Петр Иванович, уроженец Пермского края, человек талантливый и понимающий менталитет местных жителей. Он сам по рождению, там, по-моему, по отцу был комий, и он считал, что нужно акцентировать на народное искусство. Авангард и народное искусство, кинограф, это одно и то же. И там, и там яркие локальные пятна, и там, и там стилизация, и там, и там четкие образы. И, по сути, проводя линию авангарда в Перми, Супотин Пермяк имел и поддержку населения, он организовал музеи, он устраивал выставки, и чиновники советские тоже относились к нему как-то спокойно, сдержанно. Но, к сожалению, в 1923 году он умер от туберкулеза, и эта интересная волна авангарда в Перми прекратилась. Вообще, надо отметить, что Пермь, Фаоренбург кажутся городами более, вы знаете, такими открытыми для экспериментов. Вот Екатеринбург, как ни странно, кажется городом более консервативным изначально. Консервативным, сложным для экспериментов. Андеграунд, что важно отметить, возникает ну, по сути, спонтанно, естественно, как протест. И одна из линий андеграунда, мне кажется, очень важно это подчеркнуть, была связана с технической интеллигенцией. Надо сказать, что в начале 60-х открывается Свердловский филиал в НИИТЭ. Это был такой всесоюзный институт технической эстетики в Москве. А филиал был открыт у нас. И многие художники-конструкторы, как Вениамин Степанов, Валерий Триченко, они работали в этой системе, экспериментировали с формой. Они не были ни антисоветчиками, ни диссидентами, не призывали уничтожить строй. Просто они работали над решением формальных художественных задач, что, в общем-то, было запрещено. Но ведь дизайн это особая форма. Точно так же, как в книжной иллюстрации можно было стилизовать, экспериментировать. Вот эта линия уральского андеграунда, она, на мой взгляд, кажется очень органичной, очень интересной. Хотя были, конечно, художники не системные, как Валерий Гаврилов или Валерий Павлов, где есть такое ощущение маргинальности, где есть парк весоводов России, где эти скульптуры стоят, Валерий Гаврилов. Хотя это тоже заказ лисотехнического института. Да, мне кажется, андеграунд он все же роднее. Роднее. Хотя, может быть, уже в 70-х наши мастера андеграунда, представители Юктурской школы, по крайней мере, они учитывали уроки авангарда и пытались их обыграть. Вообще, есть такая концепция московских искусствоведов, что авангард, он противостоит и разрушает, а андеграунд попытка примирения, ну, той советской системы. По крайней мере, у нас, где андеграунд не выступает как антисоветское явление, у нас практически не было таких художников, которые бы в своих произведениях критиковали советскую систему до перестройки, что это лишь ощущение, желание делать вещи свои, независимые, свободные. Спасибо. Если нет вопросов, я тогда задам последний. Ну, почему? Есть у вас вопрос? Евгений Александрович. Нет. Я бы хотела на фоне того, что мы здесь все-таки присутствуем на паблик программе фестиваля ЧО, спросить, следите ли вы за современными фестивалями, всякими движениями искусства в нашем городе, там, не знаю, оригинальная ночь, фестиваль Каратланш, фестиваль сценографии, за их вот этими драматическими перипетиями и перекидываниями с Биеннале и между друг другом всякими, всякими, в общем, как это сказать, вызовами, которые они друг другу бросают. Интересно ли это вам? Является ли это предметом вообще какого-то изучения? Ну, мне приходится порой общаться с современными художниками и многие мои студенты участвуют в Биеннале, ну, как экскурсоводы, как кураторы, то есть много я узнаю от студентов. Вот, тем более, что от них можно узнать все гораздо более подробнее. Хотя я понимаю, что их позиция порой субъективна, но зато она непосредственно живая. Действительно я связан и с нашим уральским ГЦСИ. Вот, да надо сказать, что и сотрудники Екатеринбургского музея изобразительных искусств, там же есть отдел современного искусства, пусть он пополняется крайне, 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 так нерегулярно, но, по крайней мере, специалисты отслеживают эти события. Отслеживают эти события. Тут, наверное, ведь видите, в чем проблема для классического искусствоведа? Мы наблюдаем живой художественный процесс. То есть, это еще не искусство, и многие вещи, наверное, не стоит называть искусством, это художественный процесс, то есть, что-то создается, что-то выстраивается, выкристаллизовывается. Во что это выльется? К чему это приведет? Вот сейчас сказать сложно. Можно, конечно, давать прогнозы, писать критические заметки, но при этом ты понимаешь, что ты не владеешь всей информацией и можешь предугадать развитие событий. Надо лишь наблюдать. Можно быть участником, можно быть зрителем, несомненно, все это интересно. Это нужно. Большое спасибо. Тогда я благодарю вас, и мы на этом заканчиваем, мы можем прийти, как бы сказать, к более личному общению с чаем. Большое спасибо. Спасибо большое.